I have ways of blowing things off I have a quest with our friend So, we still have 2 hours, when we go home But I prefer to go there right now Кстати, it worked pretty well Because we have almost 1300 gold And we have a super game And we have more than 100% We have a team in the command And we have even got these thoughts What if We can win a super game Let's go ahead and go home And we will try to find out We will try to find out With a quest We will check out the address of the family Of the Italian Of the Italian Fishing is Every time when I come 15 minutes Нет, у меня тогда целого часа не будет Это я сейчас 15 минут потрачу Я 5 минут разменяю Мне потом не будет этого часа Каждый раз, когда я прихожу домой У меня появляются новые счета Поэтому Как таковой я накопить-то и не могу Ничего И в отличие от очков репутации Золото-то у нас с вами остается Три новых счета выписано Блин Сбор на помощь Изгнанным лидерам Дружественных стран Блин Водоснабжение Водоотведение 500 Да Насчет сбора помощи Сбежавшим лидерам Дружественных стран Ну вы понимаете, да? Только что симулятор Восточного соседа Стал еще актуальнее Пойдемте посмотрим сначала Что по квесту Чтобы понимать Сколько там по часам Потом уже в книжку уткнемся В дом Толстого Тони Это бесплатно по времени? Вы че? Вы че? А, ехать на метро Конечно ехать на метро Улица Вождян Который оставил дом Энтони Солер Находится на другой улице города В зеленой зоне Судя по тому, что Там разрешалось Селиться только Важным чиновникам В военном общении Не ниже Генерал Бывшим офезе Неплохо устроился В смысле такси На метро, конечно Вот, три часа Отлично Хорошо, что я временем запасы На ваше счастье В вагоне есть свободные места На которые можно отдохнуть И даже подремать Дом, в котором Жил Толстый Тони Ознавал лучшие времена Прекрасно Сапня в классическом стиле Теперь сияет пустыми Оконными проемами И закопченными стенами Совсем недавно Здесь был пожар Полицейские все еще Стоят в отцеплении И не пускают зевак в здание У прохожего Что полицейские скажут Соседи прибежали Поглазить на происшествие Кто в чем Статный мужчина В генеральском мтителе Из шортов Цветочек На ваш вопрос Окинул вас с ног до головы В презрительном взгляну И отвернулся У полицейского Максимально вежливо И не делая резких движений Вы интересуетесь Происшедшему Ближайший полицейский Но с счастьем Оказывается здоровяк С простой деревенской физиономией Он рассказывает Что пожар Произошел По неизвестной причине А в доме погибли Женщина и ребенок Попросите смотреть А у меня нет шанса отказаться Вот еще минус 300 Вот я сейчас заплачу Эти 300 Которые мне дадут За квест Ну вы че Купюра Купюра Моментально исчезла В ладони полицейского После чего он Приподнял Для вас Ленту ограждения Некогда Шикарно Обстановка Дома Представляет собой Жалкое зрелище Обгоревшая мебель Покрытая копотью Картины Раскисшие от воды Книги Сажи повсюду Зал Среди всеобщего Братакаши У нее привлекла Обгоревшая картина Которую Проглядывал Через Через который Проглядывал металл Отодвинув Праздение искусства Вы обнаружили сейф Взломать Да Но оправдалось Ладно Хорошо 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 Это Это Себя оправдало Супер Осмотреть спальню Роскошная кровать С балдахиной Занимает почти всю комнату Другой мебели Немного Кровать Вы не ходите Ничего интересного Тумбочку Находите Тремо В нижнем ящике Находите Золотое кольцо Вот оно Это мне кстати Нужно Наверное Вернуться Детскую А его не ходите Ничего интересного Значит Зал мы осмотрели Сейф В покое Спальню Мы осмотрели Кровать Ничего нет Тумбочки Ничего нет Тремо Ничего нет Вернуться Детскую Ничего нет Покинуть Хорошо Хорошо Нашли кольцо Нашли денег Нам бы еще Каких-то 70 монет Несчастных И мы бы сейчас Оплатили этот счет Он у меня висит Просто как Домоклов Меч Серьезно Этот счет Он просто Отвратительный Больше мы никуда Не можем сходить Нет Можем пошататься Вокруг дома Я не знаю Немножечко сомнительное Удовольствие Насчет шатания Вокруг дома Хотя может быть Я и не прав Осталось ровно Три часа Давайте мы уже Дочитаем эту книгу Экономить счетов За телевидение 50% И на том Спасибо Весь следующий день Мне наверное Опять придется Работать Чтобы Я же приду домой У меня опять Будут счета Новые Которые надо будет Оплатить Поэтому мне нужно Будет еще больше денег Эти 1500 У меня практически В кармане Если сейчас повезет Я получу 300 От Тони Блин Я надеюсь Он сам уйдет Я просто Очень надеюсь Что он сам уйдет Я не хочу Его подставлять Почему-то Вот этот Мафиозник Вроде как Плохой человек Все дела Но Но я не хочу Его убивать Мне кажется У него и так Довольно печальная Судьба Поехали наверх Так Толстый Тони Расскажите Пожарим Так Толстый Тони Пожалуйста Я узнал Где живет Твоя семья Точнее Где она жила Мамия Они что Ага Переехали Ты видел Мою Розабеллу И Виктора Мне очень жаль Толстый Тони Но в доме Был пожар Там ничего Не осталось Я нашел только Это кольцо Неудео Это обручальное Кольцо Разабыла Она никогда Не снимала Его Спасибо что Принес его Иван За это бонус Был Блин круто Клянусь Мадонна И убью Тех Кто это Сделал Как ты Выйдешь Из министерства С твоей помощью Иван И рассчитываю На тебя Ка 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 Ру Амико Сыпет Деньга И вообще Этот квест Квест Казался Очень Денежным И хорошо Потому что Я уже начал Потихонечку Думать Как это будет Если я все-таки Проиграю Вот из-за того Что я не уплачу Долг А это вполне Реально Ну Могло быть Такое могло Случиться Особенно Еще при том Что Добрый Синьор Синьор Редгрейв Кто вы Откуда Не знаете Это не важно Мы друзья Попросили Передать вам Деловое Предложение Наши друзья О чем идет Речь У нас дошли Слухи Что вы Проявляете Интерес К Дому Энтони Солер Блин Я еще Засветился Да Мы узнали Синьор Редгрейв Мои друзья Очень щедрые Очень влиятельные Люди Они могут Хорошо заплатить Тем Кто им Помогает Что нам Это не нужно Мы знаем Что Энтони Солер Он же Толстый Тони Находится В министерстве Нам очень Нужно Встретиться С ним По одному Важному Делать И так Чтобы Он Вышел Из Министерства Я Уже Столько Ему Помог Я Откажусь Наше Дело Синьор Мы Все Равно Его Достанем У нас Длинные Руки Блин Как бы Это Потом По Мне Не Отразилось Энтони Тебя Пасут Причем Заметьте Это нам Пока что Не стоило Вообще Никакого Времени Что Круто Кольцо Мы Отдали Я так Понимаю Да Да Хорошо Нам То Оно Не Надо Так Порфавор Иди сюда Рассказать Эван Ты проверил Площадь Как пожуют Мои старые Друзья Надеюсь Они Сдохли Рассказать Про Мафию У меня Две Новости Хорошая Плохая С Какой Начать Начни С Хорошего Давай Старые Друзья Помнят И Тебе Что Тогда Плохая Новость Прямо На площади Ко мне Прошел Жуткий Мафиози Предложил Деньги Если Я Сдам Тебя Что Сделать Ты Не Сдал Толстого Тони Успокойся Я Друзей Не Сдаю А Вот Кто Другой Может Они Знают О Тебе Почти Все Мне Нужно Отсюда Выбираться Сказал Мои Друзья Что Мы Сто Друзья Тогда Помоги Толстого Тони Последний Раз Мне Нужно Комфоменту Маскировкой Поддельный Пропуск Маскировкой Я тебе платье Сейчас Дам Про побеги Министерство Пропуск 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 Так Маскировка Платье Парик Черт А у меня был парик Поддельный пропуск А я не помню Я где-то вроде Видел парик Да Блин А я сейчас Не помню Я Когда я видел Парик Я его брал Или нет Воу Воу Погодите 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 Я все это время Считал Что платье Это была Подстава Потому что Та пропусти Меня Блин Я считал Что платье Это была Подстава Потому что Я за него Слишком Дай-ка Пока Все Заберу Не забыть Только Перед выходом Из министерства Это все Вернуть На место Я сейчас Побыскиваю Все эти цветочки Мне это будет Стоит Час Я знаю Да Тут Ничего Я просто Хочу Убедиться Платье Я ему Сейчас Отдам Я не помню Что с париком Я по-моему У кого-то Находил Парик Мне кажется Так Ну и тут У меня В автомате Лежит Подстава Всякая Да Да Часы Вшивы Фальшивые Фальшивые Деньги Взять Да Торговать Да Только Деньги Блин Блин А где же Где же Где же Я помню Что что-то Было Насчет Парика Где-то Был Парик О Папка С документами Причем Обыск Этой Тележки Не занимает Никакого Времени Погоди Эта Тележка На Время Зачем Я это Делаю Не знаю Если Вы Спросите Платье Ему Сейчас Отдам Я Не знаю Как Насчет Фальшивого Пропуска Где Мне Его Взять Зачем Вообще По первому Этажу Пошел Дальше Шариться Для Меня Тоже Немножечко Вопрос Тут Я Уже Все Обходил Да Тут Я Как Раз У него И Забирал Облигации Так Потратил Кучу Времени Просто Впустую Ладно Облазили Заново Весь Первый Этаж Где Мне Зять На Тебя Пропуск Дружище Как Мне Это Сделать Погодите Раз Он У нас Мафиози Получается Государство Занимается Его Защитой Не Ну Его Нафиг Мне Эти очки Потом Прикодятся То есть Я мог бы Сдать Информацию Сейчас О Ну Не Буду Я Мог бы Сдать Информацию Но Потом У Мне Когда Это Очки Опыта Обнуляться Мне Это Пром Не Не Все 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 Забей Пойдем Я Вот Сейчас Просто Пытаюсь Вспомнить Это Было Довольно Давно Несколько Серий Назад Я Этот Парик Я Его Забрал Или Подумал Что Нафиг Он Не Нужен И Не Забрал Вот Чем Прикол То Ой 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 Я Могу Пропуск Взять Может Быть В кабинете Шефа Я могу Его Как-то Распечатать Сейчас Посмотрим Выходи Дружище На Тебе Платье Так Я Не могу По очереди Отдать Не Могу Роуз 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 Где Могу Тогда Так Дружище Говорит Супер Нет Блин Поговорить Обо Все Назад Спасибо Так Ладно Босса Мы Уже Арестовали Так Попробуем Покопаться В Его Компуктере Сейчас А И вот Этому Чувачку Ему Нужно Заплатить 300 Я думаю Что Это Будет Правильное Вложение Мне Интересно О Спросить Мне Интересует Парик Обычный Женский Не особо Вычурный Что Человек С веселья Да Это Мне Не Для Себя Да Все Нормально Каждый Человек Может Быть Таким Какой Он Есть Купить Да Давай На Си На Здоровье Да Это Не Мне Так Давай Посмотрим Что У тебя Популярные Фокусы Взлом Сувальдных Замков А Это Которые Я Могу Взламывать Или Не Могу Погоди Сувальдные Замки Это Которые Я Могу Взламывать Или Нет Я Что Забыл Об Этому Так Парик Есть Где Мне Пропуск Взять Может Каннингем Сможет Организовать Нам Пропуск Кстати Дайте Еще В Картотеке Пороюсь Да Там Не Будет Ничего Блин Зря Две Штуки Потратил Ну Две Штуки Два Часа Навыки Которые У меня Есть Где Взлом Сувальдных Замков Замков У Мне Есть Это Мои Навыки Да То есть Скидка На Платили 50 Скидка На Аренду 60 Взлом Цилиндровых Замков Есть Взлом Сувальдных Замков Есть Взлом Терминала Борщевик Терминала Родина Скидка На Оплату Снабжения Скидка На Аренду Жилья Взлом Терминал Патриот И Взлом Ригильных Замков Ригильных Это У меня Есть Которые Да Есть Хорошо То есть Я умею Взлом Три Терминала 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 Как раз Ровно Да 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 Информация Коллегах Позоветитель Чем Вопросом Закончить Моя Твоя Понимать Давайте Поработаем И Пойдем Домой Мне Интересно Насчет Пропуска Вообще Мы Работим Либо Демант Ладно Поехали У нас Четыре часа Предлагаю Все Четыре часа Спустить Сейчас На работу Я Кстати Понял Такой Простой Прикол Что Если Нам Говорят Нужно Было Две Печати Это Не Значит Что Одну Или Другой Нужно Две Печать И Это Ошибка Жаль Ладно В путь И так Здравствуйте Я Принесла Результаты Последнего Патриотического Вопроса Населения Патриотического Опроса Да Мы Хотели Выяснить Согласны ли Наши граждане Умереть Если Возь Попросит Как Результаты Великолепно Некоторые Даже На тест Ответить Не успели Решили Сразу Продемонстрировать Да Значит Это Информация В Министерстве Патриотизма Скорее Всего Но Это Не точно Отпросить В группу На Донос Доносы В Минпорядка Начать Проверку Доносы В Минпатриотизма Порядка Порядка Это Не жалоба Это Донос Да Отправить Спецгруппу Начать Проверку Да Это Правильно Наградить За информацию В Минтруда Выписать Ордер на Арест Упрощение Минпатриотизма Минтруда Минтруда Наградить За подачу Информации В любое Министерство Я думаю Вот это Видите Два Надо было И выписать Ордер Еще Вот это Кстати Обидно И теперь Уничтожить Доносы В Минпатриотизме Это Тоже Неправильно Ладно Мы за это Северно Северно Получаем Это Печалька Итак Что-то я просто Сходу Такой Опа И ладно Вчера В городской Газете Были Напечатаны Портреты Самых Разыскных Преступников И один Из них Мне показался Знаком Ну просто Вылитый Мой муж Я в это Конечно Не верю Но я бы Хотел сделать Запрос Если Есть ли У врага Номер Три Родинка Яготиц Так Это у нас Министерство порядка Запрос что ли Техники Патриотизма Спецгруппу На донос Патриотизма Одобрить донос Министерство Это запрос Да Давайте Теперь Наградить информацию Отправить На отработку Замитак Так как Патриотизма Труда Министерства Давайте Наградить И Давайте Отправить в архив Пустить в работу Донос Минтруда Уничтожить Отправить В архив Давайте В архив Да Это правильно И видите За каждое Правильное У нас идет Плюс 10 К супер В игре А там Было Кстати Я даже Не посмотрел Погодите С какой Он сегодня Счет Я же пришел На работу Я даже Не глянул 495 Следующий Правильный Ответ Выиграет Нам Супер Игру Поехали Мы должны Это сделать Пожалуйста Надо постараться Поработать Сейчас Итак Здравствуйте Я принесла Описание Своего Изобретение Бигуди Из винтовочных Патронов Все Все Оформлено Пронумеровано И подшито Можете Принимать В архив Прям Нам Грубо Говорят В архив Наука Техника Отклонить Жалобы А почему У нас Ну В науку Технику Только Жалоба Патриотизма Жалоба Давайте Начать Это Вот Мне кажется Что Да Это правильно Наградить информацию В Минтруда Это не туда Труда Не туда Ордер На арест За обращение На обработку Минтруда Минтруда Я думаю Вот так И вот так Только Только Наградить Надо было Не надо было И это Мне сейчас Посчитают Неправильным Ах вы Зараза Ладно Так Отправить В архив Нет Стоит Это же Уничтожить Очистить Очистить Вот это Пожалуйста Ну хотя бы Тридцатничек С него Заработали Мы были Очень близки Давайте Дальше Мне нужна Справка О том Что у меня Нет судимости Куда я могу Обратиться Минтпорядка Это не донос Это запрос Жалобу Теперь Выписать Ордер На арест Где у нас Порядок Где у нас порядок У нас вообще порядок Тут есть У нас порядка Нету У нас труд Любое министерство Патриотизм Наука Техника Наука Техника Явно Нет Можно В патриотизм Закинуть Или в любое Министерство Сейчас посмотрим Давайте Ордер На арест Да Все правильно Ордер Мне как женщине Это было Неприятно Культура И спорт Так Я думаю Вот это Оказался прав Выпит Наградить за информацию В Минтруда На арест За обращение В Минпатриотизм Наградить Да И теперь В В архив Пожалуйста Да Во-первых 45 Во-вторых Суперигра Выиграна Цель 500 Ну же А вот Эван Ред Грэви Я вас жду Товарищ Эйван Тверлит У меня ачивка Вылезла за это А ваша команда Победила Вы отлично Поработали Продолжайте В том же духе Мотивирующая Награда Уже Выписана О Спасибо На проигравш Команда Уже Упаковала Свои вещи И покинула Министерство Разве Разве Я не видел А что вы хотели Увидеть В измельчителе Что вы хотели Увидеть В измельчителе Прикол Прикол Итак Побег Найти поддельный пропуск Где его вам найду Конкурентная среда Это я выполню Все У нас осталось Два квеста У нас Дамы и господа Осталось Два квеста А также Два часа Двадцать минут Я пойду Сейчас их все таки Доработаю А мы тогда С вами увидимся После этого В общем то Все Видите Мы доработали Немножечко заработали Деньжат И Наверное Поздно Да Потому что я уже Собираюсь уходить С этого этажа Но я понял Некую закономерность Наконец-то В общем Если приходит Человек И На кого-то Жалуется То Чаще всего Мы тогда Одобряем Эту жалобу Или донос Потом Так Мне с собой Эти облигации Ну черт с ними Попробую кстати Сходить К торговцу Наверное Если получится Получается Если человек Приходит Ябедничать Мы Одобряем Донос Награждаем Человека Пускаем дело В архив Если Человек Приходит С правильными Какими-то Претензиями То мы Обычно Отклоняем Его Претензии Арестовываем Его И Уничтожаем Донос Вот так Вот это Работает Ну По всей Логике Как только Я это Осознал У меня Сразу же Пошли Сразу же Пошли Дела Которые Все нормально Я сразу Стал на этом Зарабатывать Жаль Что так Поздно Все Да Да У меня Остается Каких-то Жалких 300 Монет Наконец-то И избавился От этого Чертового Чета За воровство Блин Как он Меня бесил Как он Мне мешал Так Это есть Давайте Мы попробуем Организовать Пропуск К нашему Другальку Сейчас Глаз Чешется Что-то Прям Аж Это Пойдем Позвоним Каннингему Может он Нам поможет Или в архиве Нам помогут Набрать Номер Каннингем Попрощаться Нет Набрать Номер Архив Положить Трубку Тогда Я не знаю Тогда Пойдемте Кехлеру Сходим На часочек У нас все равно Есть лишний час Что он нам Предложит За 330 Продать Облигации Натан готов Взять облигации За 1000 Продать Торговать Вот Купить Поддельный Пропуск Пойти Домой Как удачно Все сложилось Может Эти Облигации Можно было Куда-то Лучше Загнать Просто У меня Оказывается Лежало 1000 Золота Просто Так Может Он и запрещенку Может Как-то Покупать Это Кстати Было бы Интересно Нужно Будет Чекнуть Ну Хорошо У нас Есть Все Для того Чтобы Отправить Тони Домой Я думаю Чем мы Сейчас И займемся У нас Кстати Будет Тогда Еще Целый День Чтобы Поработать И деньги Нам Точно Лишними Не Будут Вы Видите Как Тут Тяжело С Деньгами Вообще Все И Считайте Гадкие Приходят Так Смотрим На всякий случай Что-то мы Давно Сюда Не Заглядывали Могло Появиться Что-то Интересное Но Не Появилось Почему Продавца Есть Левый Пропуск Это Вообще Как Ладно Мы Собрали Абсолютно Все Я Как раз Ломал Голову Как бы Нам Это Сделать Супер Игра Выиграна Новый Супер Игры Видимо Не Будет Тони Вали Отсюда Чувак Ты Свободен Отдать Вещи Тебе Понравится Моя Идея Тони Толстый Тони Порфавор Как Скажешь Некоторое Время Спустя А где Титры Я думаю Мы не Нуждаемся В титрах Да Есть Вещи Которые Ты Не Можешь Контролировать Ачивка Я Сделал Что-то Хорошее Рабочее Место 512 Карла Все Ясно На Нам еще И деньжат За это Подсыпали У нас Конкурентная Среда Выполнена Да И нам Автоматически Засчитали Получить Повышение Я думаю Я сейчас Этот день Тут еще Проработаю Попытаюсь Заработать Деньжат И в конце Дня Мы с вами Пойдем На повышение Поэтому Пока что Спасибо что Были с нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодышек И всем Покеда Деньжат 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 Продолжение следует...